Если в ближайшие дни вы планировали знакомство с Мичуринском, то советую начать именно отсюда, из музея имени Герасимова. В эти дни здесь выставляются 80 полотен художника Игоря Белоусова. Каждая из них как путеводитель по его родному городу. Город в сердце России то обдает жаром летнего солнца, то обжигает морозом, а это ранней весной на работу плывут автомобилисты. Его щедрые мазки не нуждаются в оценочных суждениях. Правда, живопись не единственный талант Игоря Борисовича. На его выставке приходят не только чтобы посмотреть, но и послушать, чего только стоят армейские истории о юге ГДР, где он служил. Меня почему-то от всего освободили немного. Я просто начал. Это такой вот краски невидимы, там ведрами она была. Поэтому я очень вдохновенно, с душой. Огромный панно на все темы. Итог такой у меня был армейский. Это когда я начал портреты этих лучших. Отличные, там чинно-офицеры, сержанты, рядовые. На службе в ГДР он как будто перевыполнил свой план по портретам. С тех пор изображения людей отошли на второй план. Под кистью мастера стали рождаться городские пейзажи. Главные ценители и охотники за ними – коллекционеры. Душой он вот в том времени. И нам передает то время, чтобы мы не забывали. Кстати, все это наши родители жили в том времени. Многие работы есть старые, где наши родители еще были живы, бродили по этим улицам. И здесь это вот хорошо у него отражено. Но непогода, и солнечные дни, и блеск куполов. Необыкновенно все передал Игорь Борисович. Пейзажи не терпят фальши, поэтому их основа закладывается с натуры. Здесь, как при знакомстве с человеком, куда важнее первое впечатление. Бывает вот, едешь задалеко куда-то, километра за 100, за 70, ну какой-то храм я увидел, он у меня в голове сидит, сидит. В итоге где-то даже через полгода едешь специально, это написать место, вот приехал, а ты уже не видишь, то есть этого нет. Ты не видишь этого. И вот ты так думаешь, ну что же я ехал так. Потом вот походишь, подумаешь, поглядишь минут 15-20. И сразу вспоминаешь, зачем же я сюда ехал. Родные сердцу места, конечно, можно воспроизвести в мастерской по памяти. Взгляд обывателя мимо такой детали пройдет, но профессионал сразу подметит обман. Ты уже, как говорится, готовишься внутренне, чисто физически, потому что надо очень быстро делать, энергично надо делать. И дело в том, что когда ты пишешь в натуре, такие вещи, энергия, она вся передается туда, на холст. Нежели ты когда в мастерской все это вспоминай или по фотографиям. По работам, кстати, нетрудно определить самое любимое место Игоря Белоусова. Это Боголюбский собор. Только на выставке мы насчитали четыре интерпретации сооружения. Остальные, как признается автор, дождаются своего звездного часа в мастерской. Это достопримечательство города, узнаваемость его. Вы знаете, вот идешь и едешь на машине, приезжаешь. Даже сейчас я сюда ехал, с утра пришел. Я думаю, снег как тут освещается, освещение, интересно. Но ты смотри, каждый раз все воспринимается по-другому. И каждый раз прямо начинать сейчас взять и начать делать. Игорь Белоусов славится творческой плодовитостью. За свою жизнь он написал более тысячи картин. Кажется, что в этом городе обо всем уже рассказано. Но он своей рукой находит все новые ракурсы и грани. Марина Корякина, Станислав Попов, Анна Мусатова. Область новостей.